здравствуйте друзья в этом обзоре мы с вами снова затронем тему управление кранами вода и газоснабжения устройство которое мы с вами сегодня рассмотрим может быть установлена уже на существующие краны вашей системе и не требует никаких врезок такое устройство логично использовать в аварийных сценариях по срабатыванию датчик протечки воды и утечки газа также при помощи такого устройства можно проводить профилактическое открытие и закрытие крана для избежания его залипания интерфейс устройства zigbee 3.0 рабочее напряжение 12 вольт ток до 1 ампера крутящий момент до 60 килограмм на сантиметр время полного открытия закрытия до 10 секунд приложение управления tuya smart и smart life альтернативная интеграция zigbee to mqtt sls поставляется устройство скромной коробке из переработанного картона без полиграфии опознавательных знаков не считая наклейки с указанием интерфейса и типа разъема блока питания сложено все плотно хотя специальных отсеков для хранения нет но тут ничего особо хрупкого и нету поэтому беспокоиться не стоит все доедет целости и сохранности комплекте поставки двигатель для крана крепеж для установки на трубу блок питания и инструкция мне попалась инструкция на английском и немецком языках тут есть некоторая полезная информация параметры устройства способ включения режима сопряжения и схема крепления на трубе блок питания для сети с переменным напряжением от 100 до 240 вольт и выходом на 12 вольт с максимальным током до 2 ампер комплект крепления включает себя две довольно толстые стальные пластины и скрепляющий хвинт а также металлический хомут затяжка с винтовой регулировкой конструктивно устройство представляет собой двигатель с поворотным рычагом который жестко устанавливается на трубу водоснабжения или газа и управляет установленным на ней краном на фронтальной части расположена панель с единственной кнопкой предназначены для ручного управления и перевода актуатора в режим сопряжения нижняя часть устройства это исполнительная часть тут находится поворот на рычаг который непосредственно соединяется с краном для этого предназначены два винта которые должны крепиться так чтобы не только удерживать рычаг крана но и обеспечивать его поворот в крайнее положение как для открытия так и для закрытия стопор с кольцом похож на чеку от гранаты он предназначен для того чтобы отрегулировать крайнее положение поворотного рычага если его вытянуть на себя то положение поворотного рычага можно изменить под нужным углом это зависит от метода установки как крана так и актуатора на трубе настраивается индивидуально Перейдем к логической части и начнем с подключения к родной управляющей системе Tuya Smart. Так как устройство имеет Zigbee интерфейс, ему нужен любой совместимый с Tuya Smart и Zigbee 3 шлюз. У меня используется тот же, про который я рассказывал в обзоре про умный дом Tuya Smart, ссылка в описании. Для перевода в режим сопряжения нужно удерживать кнопку на верхней части актуатора, пока светодиод расположенный там же не начнет мерцать. После этого шлюз обнаруживает и подключает новое устройство. Кстати его картинка в приложении отличается от других гаджетов тем, что она выполнена схематично. Актуатор имеет свой плагин, попасть в который, можно кликнув по его значку в общем списке или в перечне дочерних устройств шлюза к которому он подключен. Базовых действий два включить и выключить, что соответствует положениям открыто и закрыто для крана. Еще есть меню обратного отсчета, установив который, по его истечению, актуатор переводится в положение противоположное текущему. В меню настроек устройства все стандартно, ничего эксклюзивного я не нашел. В автоматизациях Tuya Smart актуатор, как и многие его собратья по экосистеме, может быть и условием и действием автоматизации. В виде условия можно отслеживать изменения его состояния, а также временной интервал обратного отсчета, если он активирован. В действиях примерно все то же самое, только тут не отслеживание, а установка состояния. Включить, выключить или переключить на противоположное, а также установить интервал для обратного отсчета. Кроме очевидных сценариев, перекрытия по сработке датчиков утечки воды или газа или управления с кнопки, можно задать еще интервальный. Показанный пример раз в неделю, в субботу, в 11 вечера, закрывает кран на одну минуту и потом его открывает. Это нужно для профилактики закисания шарового крана. Благодаря тому, что аккаунт Tuya Smart можно подключить в системе Google Home, кран автоматически появляется и в ней. Правда здесь он имеет вид выключателя, но по сути своей работы он и есть выключатель, только для воды или газа. Как и другие выключатели, меню управления актуатором крана имеет кнопку, действия которых включено и выключено, соответствуют положению рычага крана, вода или газоснабжения. Работа в режиме ручного управления. Короткое нажатие на кнопку выключателя переводит его в положение, противоположное текущему. Работа через приложение Tuya Smart. Надо отдать должное, за все время тестов ни разу не наблюдалось ни задержек, ни проблем с передачей команд. Как и следовало ожидать, штатная интеграция Tuya не передает в Home Assistant никаких данных по актуатору, так же как и для других подключенных к шлюзу устройств. Но если создать управляющие им автоматизации или сценарий, то управление ими вполне доступно из Home Assistant и дает возможность некоего контроля. В ZigBee 2MQTT проблем с подключением актуатора никаких нет. Интеграцию нужно перевести в режим подключения новых устройств, а на актуаторе зажать кнопку пока он не переведется в режим сопряжения. Важный момент, стик должен поддерживать ZigBee 3. На данном примере это стик CC2531 с прошивкой Z-Stack 3. Актуатор, несмотря на то что он имеет стационарное питание, определяется как конечное устройство и не является роутером. Кстати это первое в моей практике такое устройство. А объясняется это тем, что он собран на базе логики выключателя без нулевой линии, а такие устройства не могут быть роутерами. Интеграция в виде два параметра, это его состояние, которым можно управлять, включить и выключить, а также уровень сигнала к координатору. Они же в виде сущности добавляются к новому устройству, которое прописывается в Home Assistant из интеграции MQTT. При тестировании с SLS шлюзом, я использовал последнюю стоковую прошивку на дату съемки от 16 декабря 2020 года. Последние актуальные прошивки доступны в телеграм-канале проекта. Подключение аналогично рассмотренным кейсом, шлюз в режиме подключения, а актуатор в режим сопряжения, через несколько секунд устройство, изображенное как выключатель, добавляется в систему. Так как идентификатор модели, прописанный в прошивке, совпадает с одним из выключателей, то и в этом варианте подключения он отображается именно так, а не как актуатор. Система считает его встраиваемым выключателем без нулевой линии TS0011, хотя это никоим образом не мешает целевому использованию устройства. На карте сети тоже видно, что актуатор не является роутером, другие устройства не могут подключаться к нему, соответственно он не расширяет ни радиус, ни емкость текущей сети. Информативных параметров тут, как и в ZigBit MQTT два, это состояние экрана и уровень качества сигнала. Они же пробрасываются через интеграцию MQTT и Discovery в Home Assistant и могут применяться в сценариях, как аварийных по срабатыванию датчика протечки, так и профилактических, время от времени закрывая и открывая кран. Теперь пора поговорить об установке и разобраться, как применять крепеж, который идет в комплекте. Для начала нужно свинтить вместе стальные пластины, для этого используется винт из комплекта поставки, а между пластинами зажимается пластиковое крепление внизу актуатора. Это крепление предусматривает регулировку положения пластин относительно самого устройства. Устанавливать их нужно в таком положении, чтобы пластины как бы обхватывали трубу и фиксировали на ней положение актуатора. Хомут продевается через прорезь на пластинах и служит для окончательной фиксации устройства, которое необходимо для поворота рычага крана. Еще одно замечание касаемо винтов на движущейся пластине актуатора. Я переставил их таким образом, чтобы их головки смотрели наружу и соответственно к ним можно было бы добраться отверткой. Базовое положение по моему мнению странное и неудобное. А вот так выглядит живое тестирование актуатора на трубе водоснабжения. Кроме подвода питания, которое нужно предусмотреть заранее или организовать, нужно окончательно отрегулировать положение актуатора и винтов, чтобы в крайних положениях кран полностью открывался и закрывался. Я считаю это устройство отличным дополнением к датчикам утечки воды или газа. Он является логическим завершением автоматизаций с их участием. Главным плюсом этого устройства является то, что его установка не требует вмешательства в текущую систему водо- и газоснабжения. К минусам можно отнести необходимость подвода электрического питания, а также возможность работы только с кранами, у которых имеется запорный рычаг. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok